Мы немножко поговорили об небольших вопросах, которые возникают при выборе отеля в Мексике, у трестов. Алла на всех ответила в предыдущем блоге, но сейчас мы определили, что мы летим в Канкун и все-таки или нужно выбираем для себя пляжный отдых, мы не выбираем их посетить. Поговорили о том, какие есть ближайшие экскурсии к этим регионам, что можно посетить. Поговорили о пляже, какой пляж выбрать, что в какой период лучше лететь, в какую дни лететь. О боги, сколько я всего теперь знаю о Мексике, но мы двигаемся дальше. И это совсем ничего, чтобы ты понимала, потому что вложить всю информацию в 20 или в 30 минут просто невозможно. Что хотелось бы еще все-таки добавить, наверное, в общем по этим регионам, мы, ты говоришь, пробежали по экскурсиям, ничего мы по ним не пробежались. Почему? Я знаю, что есть Юкатан. Я знаю, что Юкатан, это в принципе полуостров. Ты знаешь, что есть Чеченица, которую мы вспомнили. Ты знаешь, что там есть этот Сенота. Да. Но это же не все. Давайте дальше. Что же еще в Мексике? Я не могу не отметить на самом деле парк Шкарет. Это эко-парк, который не может не впечатлять, не потрясать. Я была там четыре раза. И каждый раз это просто вау. Например, в любом случае туда нужно ехать на целый день. Вам не хватит там полдня. Выезжайте с самого утра. Заняться можно абсолютно чем угодно. И поплавать в холодной реке-пещерах. И посмотреть на разные виды птиц. И, конечно же, много там всяких зверушек. И они живут не в клетках, понятное дело, как в дикой природе. То есть это так называемый сафари даже, можно сказать. Нет, это не сафари. Это немножко другое. Меня больше всего, что поражает в этом парке, это шоу, которые все-таки погружают тебя в то, что ты в Мексике. Например, как только начинает вечереть в районе пяти часов. То есть до этого есть конное шоу, еще какие-то шоу. То есть какие-то одежды, танцы, такое все. А вот когда начинает вечереть, как, не знаю, как сказать, как внизу такая сцена, все туристы сидят, как птички на заборчиках вокруг. И идет шоу жертвоприношения, как это было у Майя с этой музыкой. Как они подъезжали по этим ровчикам, по этим речушкам. Как все это происходило, эти танцы, этот грохот барабанов. Ну, ты действительно сидишь просто там, и ты понимаешь, что ты в Мексике. Страшно. Ну, как минимум, на какой-то момент такое деживью. Да ладно, это было. Особенно, если перед этим был какой-то экскурсионный тур, и в любом случае ты это слышал, представлял. Вот. И в конце, в итоге вообще, вот в конце всего дня, в 9 вечера, начинается шоу, вот уже огромное, тотальное. Когда уже совсем вечер, и с какой бы стороны парка вы ни шли, когда вы подходите, стоят вот тоже в этих костюмах, в коже, а-ля риопардов, еще кого-то, стоят эти индейцы с факелами. Это все очень настолько колоритно. И когда идет шоу, очень здорово продумано. Начинается с того, как было с самого начала вот на этих землях. Потом, когда пришел Кортес, когда пришли испанцы, что происходило, как смешивались народы. Это все в танцах, это все в песнях. Показываются их игры. Например, как они играли в хоккей, каучуковым мячом с огнем, босиком. У них очень странный вид, я бы назвала это баскетбола, когда они бедром забивают мяч. Причем кольцо не вот так, а вот так вот оно стоит, и нужно, да, в него попасть. И они это делают, они это демонстрируют. То есть, ну, очень, конечно, яркие такие впечатления. Заканчивается шоу безумно красивой песней про Мексику. В конце выпускают орла со змеей в клюве, который изображен у них на флаге. Впечатление, правда, просто ярчайшее. Поэтому в любом случае, даже если вы, уважаемые клиенты, поехали и отдыхали только на море, если вы не хотели абсолютно никаких экскурсий, там не нужна вам чеченица, не читали, вы не знаю, в эту экскурсию вам обязательно нужно съездить, обязательно посетить, потому что это самое яркое, что будет в вашей голове. Если вернуться, помимо экскурсии, чем еще можно заняться, если куда выйти, есть, конечно. Если мы говорим про Ривьеру Майя, там есть центр Плайя Дель Кармен, где можно выйти, купить сувениры. Куда же с Мексики без сувениров? Сомбреро, текила, куча деревянных всяких изделий, какие-то, я не знаю, коврики, маски. Очень много, вот именно сувенирной продукции, конечно, безумное количество выбор всего. И в Канкуне, само собой, есть старый город, есть новый город. Если говорить про ночную жизнь, то Плайя Дель Кармен, это буквально там несколько ночных клубов, а если говорить про Канкун, то если вы молодежь и вам нужны только дискотеки, вот просто центр города, вы выходите и налево-направо, налево-направо, несколько клубов подряд, абсолютно с разной музыкой, с разной стилистикой, с разной тематикой, это все в Панэир. Это действительно вот как бы там надоело, пошли туда, поменялись, что называется. Если мы говорим о возрасте любом, то это однозначно кокобонго. Это нету, наверное, человека, который был в Канкуне и не был в кокобонго. Расскажу, это ночной клуб, а-ля ночной клуб, но это не просто ночной клуб, это не просто шоу, он абсолютно для каждого возраста. На входе, конечно, для того, чтобы вам было веселее, вы пьете текилу. Я так понимаю, что в Мексике, если ты не пешь текилу, то ты не в Мексике, куда бы ты ни зашел, тебе везде предлагают текилу, текилу и текилу. Ну, есть такое, вот, ну, либо коктейли на текиле, но здесь именно текила, так вот, чтобы было в самый раз, да. Не знаю, как сейчас, но еще буквально несколько лет назад камеры нельзя было, фото нельзя были. Конечно, сейчас все, наверное, умудряются снимать на телефоны, к чему веду, это огромное помещение, и оно происходит в перемешку, вот, музыка-шоу, музыка-шоу, причем шоу либо очень красивое с акробатами, которые там, я не знаю, спадают с потолка, до тематики, например, там, я не знаю, Крестов Иисуса, это все на красивых красных простынях, нет, это красиво, до пародии, там, на Мадонну, на Мэкла Джексона, то есть абсолютно разная тематика, это, это правда, очень ярко, очень контрастно по эмоциям, если говорить о музыке, она там начинается в 60-х, блок-шоу 70-е, блок 80-е, 90-е, 2000-е и модная музыка, то есть, соответственно, сколько бы вам лет не было, вы однозначно, да, в 70 станете, покачаетесь под музыку, под которую вы качались лет 40 назад, вот, поэтому впечатления в любом случае яркие и у всех, плюс ко всему, конечно, не без того, что какие-то конкурсы, где-то кого-то задействовать, там вообще сумасшедшая барная стойка, на которой все танцуют, между, простите, ногами все время передают стакилу, стаканы, коктейли, то есть, если хочется, правда, вот, хорошо провести время до утра, как минимум, даже если вы не танцуете, как минимум, если вам не нужен драйв, ну, вот, просто понаблюдать вот это вот все и понять, что такое есть, в принципе, в Мексике, это стоит того. Что бы ты меня еще спросила, скажи мне, пожалуйста, будучи туристом? А спросила бы у тебя, будучи туристом в следующий пятницу, потому что полчаса наши уже закончились, я бы, конечно, спросила, сколько это стоит, скажи мне пример ориентировочный стополь. Ориентировочный перелет в районе 1000 плюс-минус 200-300 долларов, это стандартная цена, и гостиницы абсолютно на любой вкус, здесь нету какой-то среднестатистический, здесь есть, ну, например, минимально там от 500 долларов на человека, там, на неделю, на 10 ночей, в зависимости от периода, в который люди летят, и выше. Соответственно, средний чек на человека, это где-то 2 и выше. А дальше, как позволяет гулять кошелек? Агентство горячих путевок, турбара Аллы Глы у нас была в гостях, она вам очень рекомендует поехать в Мексику, видели ее номера телефонов на экране, звоните, спрашивайте, обязательно бронируйте ваши туры, тем более, я думаю, что, я не знаю, большего эксперта по Мексике, чем Алла, мы, наверное, не найдем. В следующих эфирах мы обязательно будем говорить про отдельные какие-то экскурсионные туры на носу в начале ноября День мертвых, это вообще отдельная история в Мексике, о ней мы тоже поговорим. Ну и еще много-много чего, потому что Мексика огромная, спасибо за сегодняшний эфир, и до следующих встреч. Итак, вы решили отправиться в отпуск. Что делать дальше? Все достаточно просто. Наберите в строке поиска своего браузера hot-tour.com.ua, добавьте сайт в свои закладки, он вас еще не раз выручит. В верхней строке рубрикатора нажмите кнопку «Где купить», выберите из списка «Свой город», выберите удобное для вас агентство, заполните заявку или сразу свяжитесь с агентством и запросите тур. Приятного отдыха!